Диетолог Борис Качко Чтобы люди жили лучше и дольше А в этом видео вы узнаете кое-что о том, как правильно беречь самое ценное, что у вас есть Это не машины, не яхты, не квартиры, не счет в банке Это счет в вашем банке здоровья Как его сберечь на дольше и дольше пользоваться дивидендами из этого банка Частично вы узнаете из этого видео, а частично из других видео на моем канале Причем абсолютно несущественно Вы сами пишите законы в этом здании, либо в иных парламентах других стран Либо стремитесь обходить написанные кем-то законы В отношении здоровья уклониться от ответственности за совершенные ошибки не получится Просто не все совершенные ошибки видны сразу На время их скрывают ваши защитно-приспособительные реакции Вернее защитно-приспособительные реакции вашего организма И пока сохраняется запас прочности После исчерпания которого Атрофические, либо дистрофические процессы в органах и тканях Решить которые можно скорее либо пересадкой органа Либо введением стволовых клеток А в пути к этому процессу Различные острые, либо хронические заболевания Нарушение общего самочувствия Снижение различных возможностей И одна из возможностей быстро потратить свое здоровье Это неправильное использование пальмового масла Потому и решил написать это видео Пальмовое масло часто встречается в продуктах питания В детских смесях Вот это польза или вред? Или отрава? Вы узнаете в этом видео Потому как часть экспертов утверждает Что пальмовое масло супер полезный для здоровья продукт И они имеют все основания для этого Я их полностью поддерживаю Другая часть экспертов считает Что пальмовое масло не просто вредно Это реальная отрава И на мой взгляд Они также на 100% вправы Нейтральные позиции также есть Ее занимают те, кто считает Что пальмовое масло Ну не заслуженно привлекло к себе Такое пристальное внимание Это такой, да, ну понятный Один из продуктов питания И эта точка зрения Также имеет место быть Где же истина Между какими двумя из трех мнений На мой взгляд Каждый эксперт Прав по-своему Потому как он Характеризует Один из видов пальмового масла Если вы Хотите знать больше Ну чтобы понимать Какое пальмовое масло у вас И что делать В каждом конкретном случае Смотрите это видео до конца И вы узнаете Какие полезные свойства Скрыты в пальмовом масле Какие опасные сюрпризы Может преподнести вам Пальмовое масло Ну и как разобраться Какое пальмовое масло Перед вами Смотрите видео дальше Какие же основные сюрпризы Может преподнести вам Пальмовое масло Ну сюрприз первый Он на сто процентов Зависит от происхождения Пальмового масла Нужно понимать Откуда же оно появляется А чаще всего оно появляется Из двух основных источников Из мякоти плодов Или из косточек маслячной пальмы Из мякоти плодов Обычно методом холодного прессования Получается одно пальмовое масло А из косточек После их дробления Они достаточно плотные Появляется другое пальмовое масло И отличить Если вы держите эти два вида пальмового масла В руках Они перед вами Их может легко и просто отличить Даже не просто все люди А даже часть дальтоников Потому как полезное масло Имеет одну окраску А достаточно вредное Иную Отличает их одно Вернее два свойства В одном из них Есть каротиноиды и токоферолы А в другом нет Вот обычно масло Из мякоти плодов Содержит их И это большой плюс этого масла А масло из косточек Не содержит И это огромный его минус Ну а полезных свойствах Каротиноидов и токоферолов Потому как уникальные токоферолы Реально есть В масле пальмы И имеют огромное значение Для вашего здоровья Об этом я расскажу Немножко позже А сейчас О еще одном очень важном показателе Который вы также в домашних условиях Можете определить Если у вас Несколько видов пальмового масла Об этом прямо сейчас Очень важный показатель Любого масла В том числе и пальмового Точка плавления Вот об эту точку Сломано уже немало копий в интернете Ориентируясь на нее Многие Кто-то говорит Что масло супер вредно Кто-то говорит Что масло полезно Я вам объясню Что подразумевается под этим Чтобы вы понимали А фактически Точка плавления Определяет состав жирных кислот Которую в этом году Синтезировали Вот те самые пальмы А синтезируют они Это не машины Зависит от погодных условий От освещенности Температуры Осадков Много переменных Влияют на синтез Жирных кислот В масле И фактически Точка плавления У пальмового масла Из-за этого Она скользящая В этом нет ничего Хорошего Ничего плохого Она находится в диапазоне От 33 до 39 градусов Немножко высоковато Я понимаю Предельных жирных кислот То есть насыщенных жиров В пальмовом масле Много Но это понимаю не только я Но и химики-технологи И они задолго до того Как я написал это видео Придумали как пальмовое масло Все-таки улучшить Если максимально сконцентрировать Ненасыщенные жирные кислоты Максимально возможно Почему Невозможно все сконцентрировать Я скажу чуть позже Но если сконцентрировать Максимально Все ненасыщенные жирные кислоты То появляется Так называемый Пальмовый супер олеин И точка плавления Резко снижается В диапазон 12-16 градусов Это тоже не мед Но это очень здорово Если очистить не до конца Если не все сконцентрировать Что можно Появляется пальмовый олеин И он будет плавиться При температуре 19-24 градуса Тоже неплохо Для организма тоже хорошо Ну понятно остается Вторая часть Морализонского балета Предельные жирные кислоты Тоже должны куда-то деться Их тоже можно использовать И появляется Ну пальмовый стерин Но я бы назвал его Пальмовый пальмитин Потому как На предельные жирные кислоты Которые есть в пальмовом масле 90% из них Это все-таки пальмитиновая кислота А 10% стериновая И вот этот пальмовый стерин Ну назвали как назвали Плавится при температуре Очень высокой От 47 до 54 градусов Глядя вот на эту точку Все кричат Вау, караул Плохо Да, понятно Ну как использовать правильно Такое масло Тоже будет дальше В этом видео Если же взять Красное пальмовое масло То оно начинает плавиться При нагревании До 16 градусов То есть тоже Достаточно неплохо Хотя могло бы быть Конечно же и лучше Все-таки непредельных Жирных кислот там много Но предельных тоже многовато Многое просто зависит Вот точка плавления Уже в этом говорил Зависит от количества Насыщенных жирных кислот В масле И от состава их В три олеини Что такое три олеин Это глицерин И три остатка жирных кислот Вот глицерин Это стабильный компонент Любого масла Неважно это масло растительное Либо это жир животного происхождения А вот состав Вот этих трех жирных кислот Фактически определяет Пользу или вред маслу Ну пальмовое масло Содержит примерно Ну около 45 От вернее от 40 Если взять пальмовый супер олеин До почти 80% Пальмитиновой кислоты И многие говорят Что это вредно Хотя Как вам сказать Если взять материнское молоко Которое полезно большинству людей И крайне вредно Только ограниченной части людей То впервые с пальмитиновой кислотой Каждый человек встретился Употребляя материнское молоко И я не скажу Что это плохо для большинства Нужно просто этим правильно пользоваться Вот как правильно пользоваться Я об этом расскажу Чуть позже Третий сюрприз Пальмовое масло Это насыщенные жирные кислоты Их примерно 50% В пальмовом масле Около 46% В красном пальмовом масле И это не самый лучший показатель Этого масла В основном Конечно Это пальмитиновая кислота Ее соответственно 44 и 37% И стериновая Около 5% Температура плавления Вота самая неприятная На которую все упирают 47-54 рауса по Цельсию Но В пальмовом олеине Содержание пальмитиновой кислоты Снижается уже до 38% А в супер олеине До 30% Полностью убрать нельзя Потому как Эта пальмитиновая кислота В 3 олеине Находится вместе с олеиновой И линолевой Это полезные кислоты От которых полностью Избавляться тоже нельзя И по этому показателю Фактически в супер олеине 30% Пальмитиновой кислоты Пальмовое масло Начинает приближаться К оливковому При том что Такой температуры В организме Вы не найдете Даже при приступе малярии Либо при плохо сопровождаемом гриппе Но насыщенные кислоты Просто нужно Хорошо контролировать И не допускать Чтобы в организм попадал Пальмовый стеарин В котором насыщенных жиров До 80% Вот Как насыщенные жиры Влияют на ваше здоровье В какой степени Могут изменить Вы узнаете прямо сейчас А насыщенные жирные кислоты Попадая в организм Перенапрягают работу печени По удалению Окисленного холестерина Из организма Что требует Обязательно требует Коррекции рациона Нужно учитывать Пальмовое масло Не в составе Растительных масел А в составе Скорее животных жиров А также Не приносят новые порции витаминов Чем истощают Антиоксиданный потенциал В результате чего Повышается уровень Опасного холестерина в крови И могут служить причиной Развития Как минимум Атерослероза сосудов Как максимум Еще и онкологию Можно привязать к этому Потому как печени Без разницы Что удалять Из кровеносного русла Окисленный холестерин Либо канцерогены И несмотря на то Что собственно Холестерин Даже в самом плохом Пальмовом масле Пальмовом стерине Отсутствует Атерослероз Может развиваться Именно потому Насыщенные жиры Любого происхождения В том числе И полученные путем Гидрогенизации Растительных масел Трансжиры В рационе Стремятся ограничивать И это правильно Пальмовое масло В 5 раз больше Чем подсолнечное И в 3-4 раза больше Чем кукурузное Либо оливковое Содержит именно Насыщенных жиров И по содержанию Приближается К жирам Животного происхождения Которые в продуктах питания Пальмовым маслом Как раз чаще всего И заменяют Из-за их физико-химических Свойств похожих Делая продукт Дешевле В производстве Но Не самым простым Для вашего здоровья А какое значение Это имеет Глобально Для вашего здоровья Вы узнаете прямо сейчас И когда Часть экспертов Утверждает Что пальмовое масло Супер вредно Говорят именно О дешевом Пальмовом стерине Из части которого Стериновые свечки делают Из териновой кислоты А также Используют В производстве Мыла Топлива Машинного масла Но Не все так печально Пальмовое масло Содержит и уникальные Полезные компоненты О том Что в нем содержится И как это правильно Использовать Вы об этом узнаете Прямо сейчас Какие же полезные Свойства заложены В пальмовом масле Примерно 50% Или вторая часть Пальмового масла Это уже Ненасыщенные Жирные кислоты О которых говорят Что это Супер полезно И это правильно Это здорово Полиненасыщенная Жирная кислота Линолевая В обычном И красном Пальмовом масле Ее содержание 10-13% И мононенасыщенная Алиновая Ее больше 39-40% Эти жирные кислоты Обладают Значительной Антиоксидантной Активностью И это одна из причин Полезности Растительных масел И пальмового В том числе Если же Немножко Усовершенствовать Улучшить И сделать Пальмовый Алиин То содержание Алииновой кислоты Может подняться До 44% А в супералиине До 50% Линолевая кислота В этом случае Повышается То так же Немного До 13 И даже До 15% И это очень важно Это очень хорошо И здорово Что они там есть И благодаря им Пальмовое масло Все-таки Используется И в лечебных целях Может использоваться И в пищевой промышленности Но это не единственный показатель Который интересен Пальмовым маслом Очень важный компонент Пальмового масла Который позволяет Закрыть глаза На многие Другие его недостатки Это каротиноиды Или провитамины Группы А Это одна из фишек Я бы сказал Пальмового масла По содержанию которых Так называемый Ретинол эквивалент Пальмовое масло Я бы сказал Не просто чемпион мира Это чемпион вселенной Оно активнее Рыбьего жира В полтора раза Рыбьего жира Много не съешь Там еще витамин D есть И тут есть свой ограничитель Больше чем в печени Содержится в два раза Ну есть традиционный Ориентир Такой индикатор Морковка Так вот В пальмовом масле Витамина А В 15 раз больше Чем в морковке Ну по другим Продуктам питания Отрыв еще больше Это 40-50 раз И более Ну что такое Витамина Напомню о склонные Его свойства Это не только Хорошее зрение В молодости И профилактика Катаракты В зрелости Это активная Профилактика Онкологических Кардиологических Заболеваний Инфекций Вирусных Бактериальных Профилактика Обмена дистрофических Заболеваний Суставов Таких как Артроз Остеохондроз Позвоночника Профилактика Желчей Мочекаменной болезни То есть Спектр действий Широчайший Правда Накопление Витамина А Зависит от работы Печени Да В питании Витамина А Может поступать Разными порциями Но если вы Передозировали Хорошая работа печени Избыток заберет А при недостатке Выдаст его Вновь кровь Если вы Более-менее регулярно Используете Разные источники Витамина А Все прекрасно Я за вас Спокоен За ваше здоровье Я в нем уверен Но Пальмовое масло Имеет еще одну фишку Кроме витамина О которой я расскажу Прямо сейчас Уникальную фишку Которую Как говорится В другом месте Не взять Очень сложно Собрать Из других источников Когда все это Есть в одном Пальмовом масле И об этом Вы узнаете Прямо сейчас Очень важный компонент За наличие которого Пальмовому маслу Можно было бы простить Все его Остальные грехи То есть Большое количество Насыщенных Жирных кислот В его составе Это витамины Группы Е Они очень интересны Потому как Пальмовое масло Содержит И токоферолы И токотринолы Это основные Разновидности Витамина Е Если токоферолы Широко распространены В других продуктах питания В основном В маслах В семенах То токотринолы В значительных количествах Присутствуют Практически Только в пальмовом масле А также Все четыре Возможных изомера В меньших количествах И не все изомеры Токотринолов Присутствуют В заложших пшеницей Рисовых Ржаных Ячменных зернах Но собрать Все воедино Из этих продуктов питания Сложнее Тем более Что они все содержатся В одном пальмовом масле Вот какими полезными свойствами Обладают токотринолы Ну Номер один Это мощный антиоксидант Или Активный борец Со свободными радикалами Ну О том Насколько вам нужны Свободные радикалы Или не нужны И нужно или не нужно С ними бороться Сегодня Наверное даже дети знают Бороться нужно Нужно их нейтрализовать И токотринолы Выполняют эту функцию Иными словами Они уменьшают Негативные действия Непростой современной экологии Хотите узнать какую Ну Посмотрите вокруг Если вы сомневаетесь В экологической чистоте Окружающей вас среды В своей профессиональной деятельности О Токотринолы Вам нужны Кроме того Они предупреждают Воспалительные процессы Что такое Воспалительный процесс С точки зрения Целостного организма Если вы регулярно занимаетесь Очищением своего организма То есть С моей точки зрения Это 24 часа в сутки 7 дней в неделю И круглый год То В вашем организме Токсинов меньше Печень и почки Работают эффективно Очищают вашу кровь И вероятность развития Воспалительного процесса У вас Минимальная Если вы ведете Не в такой степени Здоровый образ жизни А немножко похуже Токсины могут Образовываться В вашем организме И если вы их Не удаляете Своевременно Добираются до клеток И вызывают там Воспалительные процессы Вот В этом случае Токотринолы Или витамин Е Жертвуя собой Связывает Нейтрализует токсин И предупреждает Разрушение клеток Развитие воспалительных процессов Соответственно Что вы имеете В данном случае Старение Как организма В целом Так и Старение отдельных органов И систем Немножечко откладывается Что позволяет Несколько улучшить Качество жизни Ну и продлить Активную ее составляющую При этом сравнивали Активность Альфа-тока Триенола И активность Альфа-токоферола Вот она Отличается В 40-60 раз На разных моделях Но с плюсом В пользу Тока-триенола То есть он Более активен В этом процессе И вы можете Меньшими дозами И не так регулярно Достигать Те результаты О которых я сказал Но Тока-триенолы Это не единственный плюс От их применения Более подробно Вы узнаете Прямо сейчас Исследования Пальмовое масло Пальмовое масло Супер полезно Говорят именно О дорогом Пальмовом олеине Либо о красном Пальмовом масле А вот как же Разобраться Какое пальмовое масло Перед вами Вы узнаете Прямо сейчас Как же В домашних условиях Разобраться Какое пальмовое масло Перед вами Или в продукте питания Ну Вычислить витамины А и Е Не сложно Они обладают Характерной Оранжево-красной окраской Если у вас Два вида масла И на обоих Написано Пальмовое То по цвету Даже большинство Дальтоников Может определить Оно с витаминами Или без Но Если это масло А не продукт питания Например Печенье Конфета Или вафли Которых цвет Часто Не является определяющим И может зависеть От совершенно Иных ингредиентов Вычислить содержание Жирных кислот В масле Так же легко Для этого Вам нужно совершить Более сложное действие Я бы сказал Даже энергозатратное То есть масло Нужно вначале Заморозить Перевести его В такое полутвердое состояние А потом При медленном Размораживании Нагревании Вам нужно Определить Одно Когда масло Стало Вновь жидким И от температуры При которой Это произошло Зависит Фактически Наличие Непредельных Жирных кислот В масле То есть Его польза Но В продукте питания Самостоятельно У вас вряд ли Получится Вычислить Так легко И просто Качество Масла У вас Под названием Пальмовое масло В продукте питания Олеин Супер Олеин Стиарин Их смесь Красное пальмовое масло Вряд ли Это все получится Об этом должен Заявить Производитель Ну если Его к этому Обязует закон Или если Он понимает Что вы Как потребитель Его продукции Ему Нужны И важны Тогда он Будет Скорее Использовать Более дорогой Пальмовый Олеин Или Супер Олеин Или Красное Пальмовое Масло Ему В этом случае Не то что Медаль Орден На грудь Положен И не один Потому как Он думает О том Как улучшить Качество Вашей жизни И стремится Существенно Продлить Жизнь Потребителям Своей продукции А косвенно Конечно Он улучшает И поддерживает Свой бизнес Вы понимаете Что Вы потребляете Более Качественный Продукт Питания Более Здоровый Вы Естественно Будете Такие продукты Выбирать Но Это я Нарисовал Идеальную Ситуацию Она Может быть Иной И об этом Вы узнаете Прямо сейчас Несколько Хуже Если В продукте Питания Пальмовое Масло В этом Случае Важно Учитывать И другие Факторы Вашего Образа Жизни Рацион И питания Потому Как только При хорошей Работе Печени При правильном Отношении К особенностям Окружающей Среды Трудовой Деятельности Правильно Используя Ваш пол Возраст Изменения Погодных Условий Можно Правильно Использовать И пальмовый Олегин И максимально Нейтрализовать Неативные Свойства Пальмового Стеарина Самый Худший Вариант Это если в продукт питания Попал Дешевый И вредный Пальмовый Стеарин Вместо Свечек Вместо Мыла Вместо Машинного Масла Или Масла Из пальмовых Косточек Иными словами Производитель Думает Только про Свой Бизнес А не Про Ваше Здоровье Если При этом Вы ведете Образ Жизни Как будто В продукте Дорогой Пальмовый Олеин Супер Олеин Либо Вам Несказанно Повезло Красное Пальмовое Масло Все Более Печально Чем Все Может Закончиться Ну Если Кратко Посмотрите Полезные Свойства Тока Триенола Но Они Проявятся С точностью До Наоборот И в какой Комбинации И последовательности Будут Развиваться Эти Проявления Зависит Как от Вашей Генетики Так и От Вашего Уникального Образа Жизни Но На то И щука В пруду Чтобы Карась Не Дремал И Из этой Казалось бы Тупиковой Ситуации Есть выход Понимая Что пальмовое Масло Сегодня Далеко Не единственный Компонент С полярными Свойствами Меняйте Свои Привычки Словно В продуктах Питания Кроме Дешевого Пальмового Масла Могут быть Иные Компоненты С интересными Свойствами Тем более Что Эта позиция Может быть Очень близка К истине Такое Отношение Существенно Продлит Вашу Жизнь А заодно И повысит ВВП Вашей Страны Потому Как Вы Несмотря На желание Некоторых Производителей Заработать На вашем Здоровье Все же Будете Жить И лучше И дольше А значит Дольше Развивать Свой Бизнес И участвовать В других Видах Бизнеса Вот На этой Позитивной Ноте Я Это Видео Буду Заканчивать С привычными Подписчиком Моего Канала Словами Крепкого Здоровья И разумного К нему Отношения И пока Вы думаете Кому еще Отправить Ссылочку На это Видео Я подумаю Какое Видео Написать На тему Здоровье Для вас До новых Встреч На моем Канале Не забудьте Подписываться На видео Ставить Лайки Если оно Вам нравится Это Только Улучшит Ваш Образ Жизни Ваше Настроение Ну Конечно Свойства Продуктов Питания Где Находится Пальмовое Масло Оно Не изменит Но Здоровья Все равно Добавить До новых Встреч На моем Канале